Увидеть жизнь в синем свете им помогает профессия. На вооружении криминалистов городского следственного комитета есть вот такой большой чемодан. Весом более 10 килограммов. Это источник экспертного света для поиска и определения разного вида биологических материалов. Криминалист с 15-летним опытом Сергей Гришин показывает, как в деле используют специальную лампу. Мы должны одеть фильтры, после этого будет визуально видно, где именно находятся данные следы. А какие следы? Замытые следы крови, следы другого происхождения, при половых преступлениях, допустим. Конечно, в ходе осмотра мы одеваем это намного удобнее. Одеты не так, в полевке, да. То есть у нас есть и разные режимы. Синий, белый. Так, ну что, начнем? Выключайте свет. Вот, допустим, видите, вот. Ну вот они в красном виде есть. Они есть, допустим, иллюминируют сейчас. А что это вот в красном виде? Отпечаток руки, грубо говоря? Нет, ну это да, грубо говоря, это отпечаток руки, возможно. При дневном свете в кабинете следователя-криминалиста тоже можно много интересного обнаружить. Например, среди профессиональной литературы на рабочем столе Сергея Гришина. Альбом с репродукциями художника Алексея Саврасова. На этих картинах глаза криминалиста отдыхают. В делах о совершении тяжких, особо тяжких преступлений против личности по делам иной категории. То есть они оказывают нам помощь как при проведении следственных действий, например, при проведении осмотра места происшествия, так и при допросе подозреваемого, обвиняемого, при допросе свидетелей, при проведении иных следственных действий. В течение этого года в Следственном комитете города в работе находилось 143 уголовных дела о совершении различного вида преступлений. Так вот, половина из них уже раскрыта и находится сейчас в суде. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов, 24.